Привет, друзья! Меня зовут Евгений Денисов, с вами канал OEMZAP, и этот Porsche не имеет никакого отношения к тому, о чем мы сегодня будем с вами говорить. А говорить мы сегодня с вами будем о двигателе, который приехал к нам из Астрахани, G4KE 2.4, на капиталку. Как вы знаете, мы ремонтируем и капиталем не только те двигатели, которые катаются по Москве и Московской области, но еще и двигатели, которые нам присылают со всей России. Здесь, в принципе, ничего сверхъестественного, просто 200 тысяч плюс пробега, просто пришло время откапиталить двигатель, появился стук, короче, обо всем по порядку. Еще нам очень часто в комментариях пишут, что можно откапиталить двигатель, ну, эдак тысяч за 60, за 70. Ну, как говорится, добра бобра и фантиков, но я лично не уверен, что это возможно. На канале, по-моему, Михаила Ходоса есть видео, где двигатель откапиталили вообще, в принципе, без замены каких-то запчастей. Ну, а что? Вообще вариант. Ну, а затем, после такой капиталки, эти двигатели прилетают к Михаилу, к нам в ОИН-ЗАБ, к братьям Богдановым, к тем людям, которые точно знают, как устроены ваши двигатели, как их нужно ремонтировать, и которые все делают не через то место, на котором мы обычно сидим, а нормальными руками, которые растут из плеч. Вот. И прямо сейчас, кстати, мы собираем, мы снимаем обалденный сюжет по G4 тоже KE. KE, да, двигатель? Внизу у нас сейчас стоит. Вот. Там вообще чудо-чудное, диво-дивное. Человек после капиталки смог проехать целых три тысячи километров. Ну, на самом деле, он их очень болезненно ехал, но ехал. Вот. Но три тысячи после капиталки. У меня есть в руке замечательный поршень, который такой вот, он тут, вентиляция картерных газов толщиной в палец. Вот. И кольца, впаянные в поршень. Это КД. Да, это КД-шный поршень. Вот. Человек умудрился, умудрился самостоятельно доехать до дома с таким поршнем порядка 25 километров. Я к тому, что после капиталки три тысячи не ходят. А тут, вон, на дырявых поршнях люди ездят по Москве. Поэтому спускаемся вниз и начинаем разбирать двигатель. Итак, мы имеем двигатель G4KE 2A4. Ну, а он, в свою очередь, радостно имеет своего владельца. Как это обычно и происходит на моторах данной серии, рано или поздно он приходит на капиталку. И тут уже все зависит от тебя. Успел ты на капиталку вовремя, заплатил меньше. А не успел, заплатил под 200 тысяч за ремонт. Кстати, нам миллион раз писали и просили как-то справиться с фоновым шумом видео. Ну, мы же ведь реальный сервис, не какой-то гараж. А значит, у нас работает маленькая армия механиков. Поэтому все самые шумные моменты мы решили озвучить отдельно. Ну, а мы сейчас разбираем нашего пациента, проверяем зазоры по клапанам. Третий цилиндр уплыл аж на 0,4. Но, как говорится, капиталка все исправит. Скидываем крышку, сейчас посмотрим на состояние цепи. Что-то подсказывает, что она пришла к своему логическому завершению. Двигатель не самый чистый. Есть подозрение, что что-то тут в масле есть еще, кроме масла. Есть отложения. Ну, окей, ладно, поехали дальше. Все выглядит на свои примерно 150-200+. У нас тут будет замена насоса на КД. Поэтому смотрим на цепь насоса и мысленно с ней прощаемся. Ровно как и с шестеренкой. Они нам в новом сетапе совсем не понадобятся. Ибо бешеного передаточного числа нам теперь не нужно. Мы поставим нормальный насос с простой и надежной конструкцией. Достаточной производительностью и без всяких сумасшедших оборотов. Кстати, можете глянуть предыдущее видео, которое мы писали тоже с Михаилом и тоже с двигателем КАЕ. Там все в деталях рассказано про насосы КД, КАЕ, разницу, вибрации, показания для замены. И вообще, видео получилось легким и содержательным. Так что, welcome. Ну, а если вам лень его смотреть, тогда могу дать вам его краткое содержание. Да, менять насос КАЕ на КД однозначно стоит. Он проще, надежнее и производительнее. Откручиваем бугеля. Сейчас посмотрим на валы. Тут все нормально. Незначительные следы износа. Распредвалы тоже бодрячком. Никаких жутких дефектов вроде бы нет. Снимаем голову. Смотрим на прокладку. С ней все тоже хорошо. Не пробито, не текла. Окей, хорошо. Смотрим на поршни. Видим нагар. Неожиданно, правда? Нагар на поршнях у двигателя, который пришел на капиталку. У поршней есть люфт. Самый большой у третьего. А почему? А потому что ему вообще больше всех досталось. Берем высокотехнологичный кинетический отколупливатель поддонов и раз, поддон у нас в руках. В поддоне какие-то странные цветовые решения, явно выраженный зеленый оттенок, и это точно не охлаждающая жидкость, потому что эмульсия от попадания охлаждающей жидкости выглядит иначе. Вокруг насоса тоже видна эта зеленоватая жижа. Снимаем масляный насос, снимаем цепь, прощаемся с ней. У нас тут будет кэдэшная, новая. Вот мы и добрались до колена. Барабанная дробь. Нумеруем шатуны, чтобы точно знать, в каком цилиндре кто тусовался. Раскидываем колено и смотрим, как там поживают наши братья меньшие. Ну, на первом и четвертом вкладыши чуть-чуть не дожили до социализма, их явно затронула пенсионная реформа. Не провернула, но поизносились. Матовые и уставшие, как человек, который планировал завтра пойти на пенсию, а ему предложили потратить еще пять лет. Отколупываем второй шатун, и там тоже все хорошо. Прям зря человеку мотор капитален. Наверняка развели порядочного владельца КАЕ на капиталку его двигателя-миллионника. Смотрим на третий шатун, он убегает, но и мы не пальцем деланное достаем, и досадная неожиданность. Провернула вкладыш. Лютые повреждения. Вкладыш ушел на покой и при первой же возможности пытался скрыться от нас под юбкой поршня. А значит колено нужно проверить на масштабность повреждений, и если возможно, ремонтируем шейку, и колено получает вторую жизнь. Но если нет, значит новое колено. Откручиваем бугеля и с помощью кинетического отколупливателя освобождаем и их от бремени удержания колена. Смотрим на вкладыши. Да, они матовые. Но их не провернуло. А вот второй вкладыш шатуна из третьего цилиндра, как и предполагалось, тоже погиб смертью храбрых. Глазометр и коктиметр указывают на очень заметные следы. Короче, блок улетает на гильзовку, а после на хонинговку. А затем к нам обратно на сборку с девственно новым и свежим детальем. Без лютого Китая и прочей промышленной нечисти, которую с такой любовью пихают в моторы любители экономить на своих же клиентах. На вас. А теперь, друзья, у вас прошло несколько мгновений, а у нас с Михаилом несколько дней. Мы согласовали ремонт нашего Астраханского КАЕ. Как оказалось, это была Соната НФ с пробегом под 200 тысяч. Притерли клапана. Вот так выглядят седла. Новенькие клапана, стаканчики. Каждый под свой клапан. Все пронумеровано и в соответствии с регламентом работы. Это наш коленвал. Отправляли его на проверку и шлифовку. Оказалось, что шлифовать его уже бессмысленно. Его надо точить как минимум под 0,25. Но мы от этой истории отказались с владельцем, так как по нашему опыту такие вещи особо долго не живут. Так, а тут у нас новое колено. Его даже еще не распаковывали, только открывали свериться с маркировкой. Невинная, как Жанна Дарк. Так что есть шестеренка, цепь, сам насос и еще есть шатун третий, так как мы его будем менять. Тот, что был тут раньше, перегрелся и оставлять его нельзя. И к переделке у нас есть еще такой вот поддон. Почему мы его меняем, расскажу, когда будем его устанавливать. Вот наш оживший блок с новым идеальным хоном, полностью готовый к сборке. Это новый красивый шатун, оригинальный. Если вот здесь нет надписи, то это какая-то дичь и покупать ее даже не вздумайте. Голова у нас уже готова. Отдыхает под своей оранжевой пылеотпугивающей накидкой. Стаканчики на своих местах, надписи стерты, чтобы мусора не было в моторе. Фактически новый мотор. Так и должна выглядеть капиталка. Чисто и аккуратно. Все на своих местах. И это не другая голова, она все та же. Просто должным образом подготовлена к сборке. Тем временем мы идем делать барбекю. Для этого нам понадобятся новые поршни. Все подписаны, у каждого есть свое место и номер. Поршни уже вскрывались, так как они были в гостях у токаря. Под каждый поршень подготовлен конкретный цилиндр. А не так, что взяли один поршень и под него запилили все цилиндры. Все поршни отличаются на микроны. Даже токарь вот здесь ставит свои пометки плюс один или 0,5. Где-то будет ноль и так далее. Идеальный поршень у корейцев как класс отсутствует. Они все немного плавают, они все немного разные. Несмотря на то, что поршни абсолютно стандартные и оригинальные, двух одинаковых поршней не бывает. А поэтому, если решили капиталить двигатель, не попадитесь рукоблудом. Здесь от этих микронов зависит долговечность вашего агрегата. Так, собираем мангал, фиксируем шатун, запускаем горелку и греем шатун. Варианта тут два. Либо мы греем шатун, либо охлаждаем азотом палец. Азот штука не самая безопасная, поэтому лучше нагреть шатун. На всех шатунах есть лицевая часть и есть стрелка, указывающая направление установки. Для того, чтобы приготовить поршни правильно, нужно следовать указаниям маркировки на них. Очень важно сориентировать поршень правильно, чтобы выборки под клапана совпадали с самими клапанами. Как видите, они асимметричны на впуск и выпуск. Шатун стал синеть, значит он готов. На всю процедуру у нас всего одна, максимум две секунды. Нужно подготовиться заранее, чтобы не загубить поршень. Палец вставили, его шатун сразу зажимает и все. Теперь у нас аккуратно собранный поршень, готовый к сборке в двигатель. И так по порядку. Первый, второй, третий, четвертый. Некоторые спрашивают, а вдруг палец выпадет при нагревании, при работе двигателя? Ну, на самом деле никогда этого не произойдет. При нагреве в двигателе и палец, и шатун имеют одинаковую температуру, а значит и расширяются они оба. Ну что, собираем двигатель. Вот наше новое колено. Некоторые механики допускают оплошности, которые потом приводят к необходимости заново все разбирать. А чуть позже мы вам об этом расскажем. Смотрим на эти два колена и пишем в комментариях, что есть на старом колене и чего не хватает на новом. Подсказываю, это два пункта. Ставим на паузу, пишем комментарии. Да, ребят, кроме вот этих вот видимых отличий, есть у них еще слабо видимые отличия. Если вы думаете, что вы купите коленвал новый, поставите его на стандартных вкладышах, у вас ничего не выйдет. Потому что даже если вы подберете вкладыши по старым цветам от вашего мотора, от вашего старого колена, тоже ничего не выйдет. Вы посмотрите здесь цифры. 3, 3, 2, 3, 2, 4 двоечки. А теперь смотрите здесь цифры. 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2. То есть они абсолютно разные. А именно эти цифры отвечают за толщину шейки, каждой шейки. И шатунной, и коренной. И даже если у вас там может быть что-то как-то совпадает, то есть цвета будут абсолютно разные у вкладышей. Соответственно, если разные цвета, разные размеры. Если вы подберете вкладыши по старым, если у вас сохранятся, бывает такое, сохраняются цвета. Вот если вы их подберете по старым вкладышам, то вы их по-любому не попадете, и ваш коленвал заклинит. Вот так выглядит идеально подготовленный к сборке двигатель на капиталке. Установили колено. Вот так оно замечательно крутится, свободно, с минимальным преднатягом. Так должно быть. Все вкладыши подобраны правильно. Отвечаю на вопрос, который был выше. В чем отличие нового и старого колена? На новом не было гребенки датчика коленвала. И при замене на новом его не будет. Так что переставляем. И дальше номер два это шпонки. На новом их тоже нет. Кстати, вот основная разница между моторами KD2.0 и KE2.4. Это поршни 86 и 88 миллиметров соответственно. Разный ход поршня и разная степень сжатия. На 2.4 есть такая вот ужеца, а на KD есть выступ. Итого тут на KD более высокая степень сжатия. Ну а соответственно на KE более низкая. Устанавливаем поршни на их законное место. Если вкладыши подобраны правильно, то при проверке ничего нигде подкусывать не будет. А мертвой точке 1, 4 или 2, 3 цилиндров у колена будет свободный ход. Ну в промежутке все равно будет немножко подкусывать, потому что кольца еще не притерлись. Еще одна протяжка и можем прикручивать плиту картера. Помним, что у каждого болта в двигателе есть свой момент затяжки. Перетянешь, приложишь много дури, повредишь. Не дотянешь, выкрутится. Так, наносим герметик. Делаем финальную подготовку поверхности перед установкой. Аккуратно устанавливаем плиту картера на место. В предыдущем видео мы детально рассказали об установке масляного насоса от KD на моторы KE. И сейчас в правом верхнем углу видео есть подсказка, куда кликать, если это вдруг очень интересно и хочется посмотреть более детально. Хотя в конце видео у вас появится прямая ссылка на это 5-ти, по-моему, минутное видео. Так что оставайтесь с нами до конца. Когда цепь ГРМ растягивается очень сильно, масляную форсунку, которая поливает цепь маслом, начинает задевать. И были случаи, когда ее вообще срезало. При этом владелец был искренне уверен в том, что не слышал никакого шума цепи. Поэтому, друзья, меняйте цепь по пробегу, а не тогда, когда она начинает разрушать ваш двигатель. Цепь живет где-то от 120 тысяч до 150, это уже край. Еще нюанс. Бывают коленвалы, где болты закрытые, а бывают сквозные. Старое колено у нас имело такую отливку, что болт закручивался в глухую. А это колено, несмотря на то, что оно тоже оригинальное, оно имеет сквозное сверление. Поэтому нужно будет обязательно обработать герметиком болты, чтобы потом из-под них масло не текло. Поддон от КАЕ надо будет заменить на поддон от КД. Потому что весь этот объем огромный занимает балансир КАЕшного насоса. А в этом поддоне, кроме другой формы, еще стоит такой противоотлив. Это очень важная вещь. Для чего она нужна? Чтобы, когда вы едете по неровностям, у вас масло меньше расплескивалось по всему двигателю. Поэтому, если у вас большой поддон, например, под датчик, все равно переставляете маслоотлив от КД. Там есть небольшой нюанс. Мы о нем обязательно расскажем, когда у нас будет такая переделка и такой поддон. Обязательно покажем, расскажем. Это интересно. Укладываем герметик и устанавливаем поддон. За этим можно наблюдать часами. Очень залипательный момент. Переворачиваем двигатель. Еще раз протираем. Кстати, обратили внимание, что Михаил постоянно то снимает, то надевает перчатки. Как-то в комментариях спрашивали, а зачем так делать? Может, он просто забывает их надеть? Ответ простой. Чтобы тканные куски перчаток не попадали в двигатель. Для этого снимаются перчатки. У нас тут есть еще такая сетка. Она здесь, потому что на клапанах управления ванносами VVT механизма нет сеточек. Поэтому они голову обезопасили таким вот образом, чтобы всякое горелое масло, прочая грязь не летела в ванносы. Устанавливаем прокладку. Тоже оригинал. И ставим голову. Прикручиваем ее и протягиваем. Смазываем поверхности и устанавливаем распредвалы. Накидываем цепь. И, кстати, важный нюанс. В вашем двигателе после сборки должно быть все стерильно, как в операционной. Это то место, где стоит натяжитель. И, соответственно, тут вытягивается цепь. И в пограничных состояниях начинает задевать форсунку. Здесь у нас сейчас стоит цепь новая. Последние штрихи. Устанавливаем клапанную крышку. Закручиваем. И все. Мотор готов к отправке. В этот раз мотор собрал и показал нам до мельчайших подробностей Михаил. Один из тех редких людей, у которых руки растут из плеч. И который знает абсолютно все про ваши двигатели. На этой веселой ноте, как вы видите, мотор наш удаленно привезенный. Мы заканчиваем. В принципе, из того, что у нас в наличии здесь имеется от этого автомобиля, мы практически все прикрутили. Осталось только клапанную крышку и помпа. Поэтому спасибо за просмотры. Спасибо за лайки. И ожидаем вас, как всегда, на нашем прекрасном канале в YouTube, TikTok, Instagram. И опять же в нашем автосервисе, в техцентре, так сказать. Спасибо всем тем, кто был с нами до самого конца видео. Очень надеюсь, что мы сможем в самые ближайшие дни показать вам еще один интересный сюжет про двигатель КАЕ. С вами был Евгений Денисов. Канал ОМЗАП. Подписывайтесь, ставьте лайк и не забывайте про колокольчик. Потому что я хочу, чтобы самый качественный контент вы видели первыми. Вот. А во-вторых, я сейчас просто... Лопну нахер. Ты попал в кадр, это будет точно на канале. Ты... А как ты думаешь? Ты серьезно? Не, я уже.